Автоответчику их можно использовать для передачи голосовых сообщений. Причём позвонивший сам выбирает время, когда его послание будет доставлено. А уж в интерьере часы вообще незаменимый предмет. Жила-была девушка. Училась она на третьем курсе института и всё время отставала. И по английскому, и даже по экономике. Так она опаздывала да отставала, отставала да и опаздывала. Тратила своё время понапрасну и не тужила. Всё, успею да успею. И вот однажды пришла она на встречу с дежурной, как всегда с опозданием. Привет. Здравствуйте, бабушка. Какая тебе бабушка? Вы, должно быть, ошиблись. Ты сама мне тут встречу назначила, балда. Это я, твоя подруга, ку-ку. Тогда я Марлин Монро. В пятом классе Петька Жуков при всех задрал тебе юбку, а потом... Хватит. Что с тобой? А что? Ну и чему тут удивляться? Сказку о потерянном времени читала? То-то же сама виновата. Без паники. Вернуть потраченное в пустую время возможно. Нужно в полночь повернуть стрелки часов на 77 кругов обратно. Да не каждые часы для этого подойдут, а лишь те, на которых есть лунный календарь. Несколько веков назад часы являлись гордостью дома. Они могли поведать о происхождении хозяина, его финансовом положении и социальном статусе. У титулованных и королевских особ были свои часовые мастера, которые создавали для них великолепные произведения часового искусства. Если брать интерьерные часы, то существуют напольные, настенные, настольные, которые у нас любят называть каминными. Появились часы столы, за которыми можно пить кофе, можно играть в карты и смотреть время. Появились часы картины, которые кроме того, что показывают время, украшают собой интерьер. Настольные часы всегда находятся на виду, поэтому их декору уделяется повышенное внимание. Тоже можно сказать и о каминных часах, которые традиционно украшают камины и подбираются в соответствии с их отделкой. Корпуса таких часов изготавливаются не только из дерева, но и из бронзы, серебра с позолотой, с использованием натуральных камней. Да, часы, конечно, красивые, но моей подруге они вряд ли помогут. Лунного календаря-то на них нет. Резные корпуса настенных часов могут быть выполнены из ореха, вишни, сосны, красного дерева. Кроме того, они могут быть окрашены в черный, белый и другие цвета. Интерьерные часы бывают механические, кварцевые. Что касается механики, это более дорогостоящие часы для состоятельной публики. Кварц попроще, и забот он требует намного меньше, чем механика. В этом, конечно, попрактичнее, чем механические часы. Нельзя забывать и о прародителях всех интерьерных часов, напольных часах. Сам Петр Первый привозил их в Петербург из Голландии в подарок с подвижником великих дел. Сегодня, как и раньше, напольные часы становятся непременным атрибутом рабочего кабинета или гостиной. Бабушка, вам помочь? Какая тебе бабушка? Да-да, внученька, принеси мне, пожалуйста, чайку и журнальчик. Повеселее. Мы тут надолго. Размеренный ход напольных часов создает атмосферу уюта и спокойствия, а сам процесс завода превращается в семейный ритуал. Вообще, хорошие часы отличают продуманную акустикой. То есть, бой и мелодия, получасовая или четвертная. Также на выбор предоставляются три мелодии. Это Уиттинтонская баста, Вестминстер и Святой Михаил. То есть, мелодии самых известных церквей мира. Что касается ночного отключения, такая функция присутствует. То есть, при желании можно отключить бой на ночь. Помните, напольные часы не рекомендуется ставить вплотную к мебели, так как это негативно влияет на частоту звука боя. Напольные часы – это прекрасный способ приложить руку к созданию настоящей семейной реликвии. Удивительно, что по прошествии уже нескольких веков напольные часы нисколько не утратили популярность. Сегодня, вот уже в который раз, мир переживает настоящий бум на стиле ретро. И если раньше благоговение перед раскачивающимся маятником и торжественное перетягивание гирь дорогих интерьерных часов расценивалось как чудачество, то сейчас воспринимается едва ли не как само собой разумеющееся. Ура! Я снова молодая! Больше никогда не буду тратить времени даром! Помни, человек, который понапрасну тратит свое время, сам не замечает, как стареет. Анна, дежурная по рубрике.